ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, как быстро зрители набегают. Ничего себе. Привет, ребятушки, привет. Вот Артур меня смотрит. Мой стоматолог. Я сказал, что сегодня будет сторисов, но я не говорил ничего про прямой эфир. Сторисов сегодня не будет по двум причинам. Во-первых, все по весь день просто так орал, плакал, и все нервы у меня истрепал. Ну, плюс ко всему, пора сделать перерыв от сторис. Я, на самом деле, знаете, еще хотел о чем поговорить. Мне очень много в директ пишут по поводу близости, спектакля, что ты там рассказал, там, то есть все пятое-десятое. Вот. Докладываю вам, что репетиции идут очень в активной фазе. И наш вот каждый проект мы стараемся делать, знаете, как, на уровень выше. Конечно, это сложно делать в условиях пандемии, но, тем не менее, с близостью мы это делаем. Это очень крутая пьеса, хорошая декорация и так далее. Это очень волнительно и рискованно выходить в такой период, но ничего не поделаешь. Вот. Привет. Но зануда. Сейчас я зануда. Чего вы тут? Хорошего вам вечера. Ути-пути, тра-ля-ля. Прекрасно. Короче, ребята. 8 сентября мы вас ждем на близости. Очень волнуемся. Очень рискованная штука. Вот. Рискованная в смысле периода. Вот. Все волнуются. Короче, мы все... И я тоже волнуюсь. Все. Это относительно ковида. Вот, тьфу, блин, ковида. Уже это же относительно спектакля. Это Роман Маякин, суперактер. Конечно, суперактер. Вот. В каком театре? Это будет в Москве, в ЦДКЖ, Центральный дом железнодорожника. Хорошая очень площадка. Хороший очень театр. Вот. Там, конечно, и артисты придут на премьеру, и всех позову. Даже Бондаренко придет. Кавказские минеральные воды. Привет. Вы очень классный актер. В Казани приезжайте. В Казани ждет вас. Ждем фильм новый. Добрый вечер. Добрый вечер. Самсонов, ты какие-то активные. Во сколько лет за город приедешь? Относительно фильмов, ребят, фильмов, ребят, слушайте, ну, видите, у меня был такой большой творческий перерыв. Ау. Сейчас я хожу достаточно активно на всякие пробы, там, кастинги, то есть, 5-я, 10-я. Нога затекла. Там посмотрим, что и как будет. Слушайте, старость и радость коленка болит. И представляете мне, вот, послезавтра я буду примерно 10 часов у стоматолога в кресле. 10 часов. Относительно билетов, вот я вижу, там, да, билеты уже продаются, прям забивайте близость в Тикетленде. И пошло-поехало. Это, знаете, это уже, на самом деле, это, конечно, совсем, ну, как сказать, наша задача уйти от понятия антреприза. То есть, чтобы это был коммерческий театр, но при этом, чтобы он не уступал всяким лучшим репертуарным театрам государственным. Это непросто очень сделать. Но мы идем в ту сторону достаточно уверенно и твердо. Вот, поэтому, приходя на наши спектакли, знайте, что мы там вообще не халили. халтурим, делаем все просто по максимуму. И сейчас у нас тоже и бюджет большой. Короче, держите за нас кулачки, мы вас очень ждем и очень вас верим. Жесть, 10 часов. Давай, когда замуж позовешь, у тебя классный стоматолог. Да, стоматолог у меня действительно супер. Я потом тоже сделаю эфир с Артуром. Он реально крутой, правда. Пусик, самый классный. Еще интересно, какие зубы получатся, потому что это же все пластмасски еще. А что там, вот сейчас уже, значит, послезавтра мне уже часть нижних поставят. Ой, господи. Что делать, 10 часов стоматолога? Виниры устанавливать, ребят. А как относитесь к музыке? К музыке я отношусь так же, как вы, наверное, прекрасно. Детки твои супер, все в папу. Да, детей всех, короче, раздал. Потому что, я вам так скажу, я же без няни. Это очень непростая вообще история. И ты, конечно, устаешь. Ну, со Степой особенно. Маш, ты уже взрослая. А со Степой там 3 дня побудешь уже, как бы... Ваня, ты сейчас где? Я у себя во дворе. Красавчик, просто прелесть. Вы знаете, я вам хочу сказать, что реально вот... Я зубы уже делаю, ну, второй год. Второй год. Я помню, я пришел к Артуру, говорю, хочу сделать зубы. Ну, типа, давай за 2 недельки быстро сделаем. А оказалось, второй год. Жесть. Ну, потому что это серьезная очень работа. Только что кино смотрели, там вы были. Степе сколько лет? Степе 3,5. Супер двор, можно обзор небольшой? Ну, вы знаете, у нас достаточно новый комплекс еще. И здесь много что строится. Там всякие парки, леса у нас обещают посадить. Посмотрим. Посмотрим. Какой вы самовлюбленный пишет? Мне нравятся фильмы. Вы отличный отец, спасибо большое. Спасибо. Ваня, куда любишь ездить в отпуск? Вы знаете, относительно отпуска... Я так давно никуда не ездил. Я больше хочу с детьми куда-то поехать. Я думаю, что мы поедем, может быть, осенью, там, ближе к зиме поедем. С Машей, со Степой куда-то. Ты супер папа. Да, мне кажется, я обычный папа вообще. Просто я часто снимаю сторисы. Мне это не сложно, мне это нравится. Хочу фильмы новые. Ребят, ну, тут такое дело, я тоже хочу. Вот. Только чтобы интересно было. С этим, конечно, сложнее. Какие у тебя вредные привычки? Ой, всю жизнь борюсь с вредными привычками. Посоветуй, какой фильм посмотреть с тобой в главной роли? А Маше сколько лет? Маше скоро 12. Хотите еще детей? Знаете, да, но чуть-то позже. Потому что я сейчас вот так вот представить. Ищу ребенка со Степой. Я говорю, ку-ку просто. Какой сериал с вами ваш любимый? Наверное, «Грозовые ворота». Но, правда, это не сериал. Привет, Иван. Привет, привет. Ваня, ты такой добродушный. Помню, как селфи согласился сделать после спектакля. Иван Тович, талантливый актер. Спасибо. Вот сижу сейчас. Погода, ребята, вообще невероятная. Просто, просто супер. Сижу, показать, что я вижу. А как это сделать? Как это сделать? А, вот, смотрите. Это сейчас мой дом. Вот я так сижу, и вот мой дом. Как космический корабль. Только почему-то эта штука то ли перегорела, то ли что, не знаю. Иван, я помню, у вас еще сериал «Вечная любовь». Давай фан-встречи. Ребята, на самом деле, фан-встречи, ну, на самом деле, это же просто приходите на спектакль. Мне кажется, это самая лучшая фан-встреча. Почему, какого отрицательного персонажа мне считаешь сыграть? Ну, вы знаете, тут очень многое зависит от сценария, от того, от всего. Офигенный дом, да. Но меня, знаете, что смущает? Он такой тоненький, высокий. И я вот, когда сильный ветер дует, мне страшно. Честно вам скажу. Мой привет, спасибо за ваши фильмы. Какая красота. Пойду, пройдусь. Вот видите, это тоже такой дом вообще, как будто бы новогодняя елка. Это тоже в нашем ЖК. То есть у нас тут такое все огромное, территория закрытая. Она начнет тут строиться все. Целый дом, целый город суперских актеров. Привет из Португалии. Привет из Германии. Хочу попробовать снимать вот то, что Глаша снимает эти Reels. Я даже еще не знаю, как он снимает. Вот. Как всегда красивый. Голос очень приятный. Спасибо. Конечно, так непривычно столько волос на голове. Я вообще счастлив. Почему не приехал к нам в Ессентуки? Вы поете? Но вы знаете, для... О, вот свет хороший. Для... Ну, можно сказать, что пою, да. То есть если меня выставить куда-нибудь на сцену с певцами, я, конечно, не пою. А если, например, мы с вами встретимся в караоке, вы скажете, о, блин, он поет. Ну, примерно вот так. Ты такой серьезный, когда здороваешься. Да, привет с городом. Очень ждем вас со спектаклем в Казани. Ребята, да мы тоже очень ждем, когда уже кто-то, кто-то самое. Мало того, сейчас еще один спектакль планируем. Пока вообще очень рано о чем-либо говорить, но тоже очень интересно. Почему вы сами не играете в близости? Ну, вы знаете, я, на самом деле, хочу выпустить еще спектакль, где я сам буду играть, но всему свое время. Как-то так. Спой сейчас что-то. Так, значит, так 30.02. Включите. Позови меня тихо по имени, ключевой водой. Все, вы поете великолепно. Напои меня, отзовется ли счастье безбрежное. Несказанное глупо. В Украину не планируете? Да, ребят, ну а как мы можем планировать в Украину, нас туда не пускают? Ну как? Конечно, мы бы очень хотели. У нас там огромное количество поклонников и всего такого, но это нереально пока. Блин, обалдеть. Это вообще что это за игровой автомат, а не дом? Там можно выиграть денег, наверное. Класс, да. Девчонки, знакомиться на улице с тобой? Чуть не могу даже ответить на этот вопрос. Хороший у вас голос, спасибо. И ты в Москве можешь случайно тебя встретить? Да, слушайте, где, не знаю, во двое моего дома. Вот, а там у нас речка. Волк. Вы не снимайте новое видео с танцами. Слушайте, если честно, у меня просто эти видео с танцами, блин, немного... Ну, не страшно просто, но... Это просто, видимо, может быть, это более элегантно. Наверное, ноги в разные стороны. Такие танцы. Так себе. Ага, просто Wi-Fi в каком-то местном подключился. Плохо слышно, ветер. Ветер. Слушайте, такой кайф вообще. Я еще, знаете, что подумал, что сейчас в Москве вот очень большой минус для проживания. Это плохой воздух. А сейчас стремительно все переходят на электротранспорт, общественный и частный в том числе. И я смотрел там прогнозы, там, к 2030 году, а это, в общем-то, господи боже, через 8 лет, будет уже очень большое количество электромобилей. А, наверное, к 40-му, дай бог дожить, там уже будет совсем их много. И я думаю, что воздух будет вообще просто как на Байкале. Привет. Почему не бреешься? Ну как, не бреюсь? Бреюсь. Если бы я не брился, я бы был бы... Помашите мне. Нет, у меня нет машины. Ну, а по сути, если честно, автомобиль сейчас выполняет функцию в Москве больше как... Ну, чего-то, может быть, статусного, развлекательного. Ну, короче, с практической точки зрения он не нужен. Так, ну, может, поговорить потом. Не знаю, где... Не знаете, где Утенков? Ну, я, честно говоря, не знаю, но думаю, что у него все в порядке. С бывшими Сибирь поедете. Да, у нас там достаточно большой график на осень. Но, понимаете, сейчас для всего этого бизнеса очень-очень тяжелая пора. Очень. Поэтому, ну, понятно, что все такое, знаете, зависит от окружающих нас обстоятельств. Кстати, через две недели, даже меньше, мне будет 38 лет. 38 лет. Когда моему папе было 38 лет, я уже учился на втором курсе в Амхате. Блин! Жесть. Какая кровавая, кусок кровавой луны. Блин, в лес красота. Куда идешь, ну, дедулька, да? Куда идешь? Я иду, я гуляю просто во дворе. Скоро пойду спать. Что-то я много, честно говоря, стал есть. Еда это реально, как наркотик. Начинаешь жрать, не остановиться. Привет, Калинин. Какой у тебя знак зодиака? Я дева. Вот, короче, к чему вообще-то мой эфир-то был посвящен у меня спектаклю «Близость», потому что у меня вопросов, наверное, много. Что, кто, когда, точно будет, то все. Все, уже костюмы делаем. Декорации уже в производстве. У артистов уже давление падает от волнения. В зал, да, хожу. Каждое утро бегаю. Сегодня ходил, сиськи качал. Грудь. Гурдак. Самсонов постарел, постарел. Самсонов уже не тот. Удивительная штука, кстати. Я вам, честно, открою тайну. Короче, «Солдаты» снимались очень таким, ну, не то, что кустарным способом, но это, конечно, было очень далеко от художественного кино, прям совсем далеко. И такое, ну, нельзя сказать, что это высококачественная вообще вся история, но пользовалась бешеной популярностью. И прошло уже, считайте, 16 лет, 16 лет. Мне до сих пор говорят «Самсонов», «Самсонов». Он, обалдеть вообще, просто обалдеть. Здравствуйте. Чем вам нравится ваш ЖК? Тем, что у меня здесь квартира. Солдаты, аудиторию с вами, тем не менее, Иван Прокопец. Да, слушайте, Иван Прокопец был. Иван Прокопец, да. Я помню эти съемки, как назывался-то? «Судьбы загадочные завтра». Как нафиг вообще? Это что? Это, видимо, смысл в чем? В том, что загадка, что будет завтра. Никто не знает, что будет завтра. Но и при этом есть еще и судьба у всех. И что судьба нам завтра принесет? Загадка. И посему судьбы загадочные завтра. Я разгадал этот код, название. Да, мы снимали там, вообще там у Лоза снималось. И Андоленко, Яглыч, Кислов, Золтовицкий, Грекович. Да. Вы дружите с обычными людьми? Нет, вообще не дружу. Вообще. Если галочки нет в Инстаграме, все, я говорю «О-о-о-о-о». Да вы что, с ума сошли? В смысле? Конечно, вопрос, конечно, у вас. Ты философ? Не думаю. В Ростове когда вас ждать? Почему мало фоток с голым торсом? А я вам честно скажу. Волосы-то я себе пересадил, зубы-то одел, а торс уже не тот. Ну, не в смысле не тот из-за возраста, а просто я неактивно сейчас занимаюсь. Плюс ко всему же для того, чтобы иметь крутой торс, очень важно питание. Это просто одно из основополагающих. И если мне сейчас нужно будет для чего-то, то я думаю, что за несколько месяцев я бы пришел в хорошую форму. Где твой друг Степа, мой бро? Вы очень обаятельны. Спасибо. Спасибо. Спектакль «Близость» 8 сентября. Ребят, мы очень волнуемся и очень надеемся на вашу поддержку. Очень. Юмор, привет, очень хорошо выглядишь. Что любите из еды? Знаете, сегодня я еще вам открою секрет. В нашем доме я не знаю, с чем это связано, честно вам скажу. Вот просто не знаю. Могу только догадываться. У нас 50% всех соседок, а здесь 80% соседки, все модели, ну, выглядят во всяком случае так. Прямо идут, такое ощущение, что вот-вот-вот-вот замуж позовут. Вообще, просто, ну, это какой-то потрясающий дом у нас. Сюда можно билеты продавать. Подмиги мне. Вот. Блин, как-то классно. Ты где-то... Другие страны, вы дружите со Станиславом Бондаренко? Конечно, дружим. Я вам хочу сказать, секрет раскрыть. Стас реально крутой парень. И очень семьянин. Правда. Ох, около мусорки посижу. Так, это ты где, здрасте. Это ты где у мусорки? И помимо вас... А почему вы не в отношении до сих пор? Знаете... Ну, я думаю, что еще загадка в том, что... Ну, я, как сказать... В этом, наверное, максималист. Любишь женись. Ну, куда мне сейчас жениться-то, блин? У меня двое детей. С ними надо разобраться. У мужчин должен быть пуп. Наверное, не куришь пуп. Какой пуп? Вас не просили сделать селфи? Хотел бы стать холостиком на ТНТ? Да. Кошку или собаку? Да никого я что-то не хочу заводить. Потому что я вам скажу, что это жесть. Все вот эти вот собачки. Еще, знаете, что меня стало... Ну, не то, что напрягать. Во-первых, вот когда я у вас, да, там собаки были в основном, там, доберманы, ротвелли, ровчарки какие-то там. Всякие-всякие большие собаки. Сейчас у нас в доме у каждого второго собака, и она реально как мышь. Там вообще непонятно. Они еще говорят, они у нас умные. Я не понимаю, как умные. Там мозг, как грецкий орех размером. Но это ладно, полбеды. Все ходят с мешочками и собирают их какашки. То есть я должен купить собаку. Она там болеет, грызет, не дай бог. Гадит. А еще она... Я должен с ней ходить с мешочком и дерьмо ее каждый день поднимать. Я как бы... Против этого. Нет. Пускай соседи все продолжают поднимать и коллекционировать мешочки. А я вот не хочу. Хотите поднимать дерьмо за собакой. Добрый вечер. У вас нос покраснел. Вы не знаете, как дела Павла Прилучина? Честно говоря, не знаю. Вот. Не знаю. Кто у нас? Кстати, Стас звонил. Я сейчас ему перезвоню. Бондаренко. И еще потом я буду делать большой пост относительно клиники. Ну, где-то через месяца три. Относительно клиники, где я в Турцию ездил. Волосы себе делать. Потому что, конечно, результат вообще... Это еще не конечный результат. Но уже я просто в шоке. Очень круто. Посмотрите. Ла-ла-ла-ла-ла. Никаких кепок. Откуда идешь? Я сижу на лавке. В смысле иду. Как же подробно... Как же подробно вы рассказали о Мишках? Трудно быть замужем за актером. Вы уверены, что хотите задать мне этот вопрос. Результат? Волосы жесткие стены? Нет. Вообще ничего. Просто идеально. Красивый цвет волос. Нет. На цвет волос это как бы мой. На спектакле близость еще остались билеты? Да. Конечно, билеты есть еще. Слушайте. Ну, он же 8 сентября еще. Вот. Просто, понимаете, это не просто спектакль 8 сентября. Это будет настолько волнительно. Там будет столько летать искр вокруг нас, артистов, меня. Просто невероятное количество. Очень волнительно. Ваня, передайте, пожалуйста, привет в Астрахани. У нас челябинские собаки выгуливают везде. Никто за ними не убирает. Потрясающе выглядишь. Да? Спасибо. В Сургут когда планируешь. Стас ждет. Я сейчас Стасу перезвоню. Так. Кстати, кто у нас там это самое? Я сейчас посмотрю. Так, никто из моих друзей меня не смотрит. Глаза меня не смотрит. Ну, конечно. Никто не смотрит, короче. Этот ноут, в котором вы живете. Какой? Сделал волосы вперед такому в молодости, как в молодости ранней. Нет, это что-то... О, можно назвать такой хохолог. Вообще. Хей, ла-ла-ла-ла. Директор, ребят, редко отвечает, потому что, честно говоря, там очень много писем. И просто, ну, не разобрать. Не разобрать. Хотелось бы попасть на ваш спектакль. Выходи почаще в прямой эфир. Ну, вот, ребята, я выхожу. В общем, друзья, еще раз. Мы вас ждем 8 сентября. На спектакль Близвеста. Приходите. Нам стыдно не будет. Пока.